Курская АЭС После того, как мне пришлось дважды обсудить этот вопрос с нашим президентом, спасибо ему огромное, Владимиру Владимировичу Путину, он поддержал эту идею о том, что энергетическая обеспеченность центрального региона теряться не только не должна, а наоборот, должна наращиваться. Строительство АЭС-2 началось несколько лет назад. За это время правый берег Сейма изменился до неузнаваемости. Часть вспомогательных объектов уже возведена. Приступили к созданию объектов. Котельная, она завершена практически. Сейчас ведутся наладочные работы. Очистные сооружения, идет наладка очистных сооружений. Инженерная коммуникация, тепловые сети по площадке проложены. Под основанием будущего реакторного здания был вырыт гигантский котлован, в который затем уложили более 630 тысяч кубометров песка и гравия. Толщина этой так называемой подушки для первого энергоблока составила порядка 13 метров. Для сравнения, это высота пятиэтажного дома. В ноябре в котлован был залит бетон. Теперь строители начали армировать фундамент энергоблока. Символично, вместо закладки первого камня энергетики закручивают муфту. Станция замещения стоит около 450 миллиардов рублей. Практически все оборудование отечественного производства. Мы не потеряли свое мастерство, не потеряли ни инженерной мысли, ни строительных навыков. Поэтому сегодня по всей России стройки идут. И просто гордо и радостно от того, что на нашей, на Курской земле, первенец будущего ВВРТО и будет здесь. Возведение станции замещения начнется в мае следующего года. Пуск первого энергоблока намечен на 2022 год, второго на 2023. Тарас Степаненко, Юрий Аберяков, Максим Леонов, телеканал СЕИМ.